Противника Виталия Владимир, последний маленький вопрос. Вы считаете, почему соперники против Печко проявляются во время ринга? Володь, вот если вернемся к этому бою, к тому, о чем говорили. По-моему, после второго раунда Стюарт очень активно показывал апперкотом, даже жестом он снизу показывал. Но, по-моему, нокаут был совсем не апперкотом, а что-то вроде хука было, да? Была попытка с апперкотом, с левым и с правым, левым прошел, правым не прошел, и все остальное уже дело случаем. Зачем вам вообще бой в Америке? У вас все гладко идет по накатанной в Германии? Бой в Америке может произойти только лишь по желанию. Задавали мне этот вопрос. Будет открываться новая арена, Баркес-арена. Просто по-русски не озвучивали, извините, что в городе Нью-Йорке будет открыта новая арена Баркес. У них все равно желание ввести одного из братьев Печко. Они пришли к нам в предложение, нужно пойти на Печко провести, что, в принципе, я против ничего не имею. В Америке может быть Бокс-ареола, или абсолютно открытое поле для соперников, может быть Бокс-ареола, может быть Поветкин, может быть кто угодно. Володя, Виталий и Хей, как вы думаете, по-русски скажите, что вы в этом подумаете, по поводу возможного боя Виталия с Хейом? Я скажу, что Дэвид Гейт пока что официально находится на пенсии. Вообще не понимаю, о чем может быть разговор и о чем идет разговор с Дэвид Гейт. Поскольку Дэвид Гейт, опять же, пробежал на пресс-конференцию две недели назад, после победителя с Чесорой. И опять пытался себе сделать какой-то пир-код, я думаю, высказываниями и вызовом Виталия. Он не чемпион мира, первое, второе, он не активный, не действующий, вернее, спортсмен, поэтому я даже не представляю, о чем может идти речь. Все, что себя требует, в этом пойдет, это все.